Музыкальную школу в народе называют просто Шмелевка. Это по сути как бренд. Самое первое музыкальное учебное заведение было открыто на курорте в 1946 году по инициативе учителя музыки и пения Ивана Александровича Шмелева. Учиться здесь престижно. Преподавательский состав сильный, максимально трудоспособный. Среди педагогов Вячеслава Брашкин заслуженный артист России, руководитель оркестра народных инструментов «Русский сувенир». Идти вперед надо, и что-то придумывать надо. Это постоянная работа над собой, постоянное совершенство. У Виктории Постниковой заканчивает музыкалку старший сын Никиты. Учится средний Тимофей, потянулся и самый младший Миша. Ему только пять. Конечно, пускать мыльные пузыри куда забавнее, чем изучать нотную грамоту. Но мама непреклонна. Музыкальное образование у таких преподавателей должны получить все ее дети. Хотелось бы пожелать дальнейших успехов, дальнейшего процветания, чтобы преподаватели не оставались с нами, продолжали учить наших детей. Счастья, здоровья всем, терпения и творческих успехов. А сами воспитанники решили удивить приглашенных гостей не только своими музыкальными способностями, но и нарядами. Ведь у музыкальной школы самый настоящий день рождения. А значит, цветы, подарки и хорошее настроение – все должно быть на показ. Саша Федотова занимается вокалом шесть лет, поет в разных стилях, любит джаз, а своим кумиром называет американскую певицу Лану Дель Рей. Мне нравилось всегда заниматься музыкой. Я закончила фортепиано, но фортепиано было сложнее, чем вокал. Вокал у меня как-то лучше получается, потому что мне нравится петь. Другие девчонки облюбовали дерево пожеланий. Каждый из учениц стремилась написать красивое пожелание, чтобы оно непременно сбылось. Должны сбыться все желания и все достижения, которые они хотят, они всегда сбудутся, если верить. На другом столе вся история детской музыкальной школы имени Шмелева – фотоархив. Музыковед Татьяна Сухова из Майкопа внимательно вглядывается в лица, старается отыскать знакомых коллег. А уже на сцене зала органной камерной музыки глава города Анатолий Пахомов поздравляет учащихся и педагогов с юбилейными торжествами. В подарок от администрации и партии «Единая Россия» комплект профессиональных микрофонов. Среди награжденных – знаком почета за трудовые успехи и те педагоги, у кого трудовой стаж и 56 лет, и 46. Мне очень приятно сегодня поздравить тех, кто делает наших людей и наших детей, в первую очередь, счастливыми. Это вас, дорогие педагоги, нашей музыкальной школы номер один. Спасибо вам. Конечно, 70 лет – это большой путь. За это время вы выпустили более 3000 выпускников. Многие из них стали знамениты. Ну а затем лучшие ученики школы выступили совместно с Сочинским симфоническим оркестром под управлением Олега Солдатова. Это такая традиция – выступать на отчетных концертах вместе с профессиональными музыкантами. В 2011 году школа награждена медалью и внесена в энциклопедию «Одаренные дети будущей России». В школе работает 88 педагогов. Из них 26 имеют различные звания, награждены грамотными медалями, знаками отличия Министерства культуры России и Краснодарского края.